привет вчера я по телевизору смотрел одну передачу в нашем национальном телевидении саха и там говорили про пожары в якутии и там мне понравилось слова одного пожарника одного начальника и поэтому я решил снять это видео он говорит что от них требует требует чтобы они тушили все пожары ну те которые в отдаленных частях якутии куда никто не может добраться и те которые близко и он говорит что пожар это естественные естественный ход природы потому что лесу я этого где нету не было пожара там зверям негде прятаться в лесу где был пожар там появляется естественная среда где могут прятаться дикие животные и так они спасаются от людей вот сейчас я пришел на такое место где слева и справа меня лес который горел и лес который не сгорал и так он говорит что охотнику невозможно войти в лес где прошел пожар и он не может этот не может охотиться давай сделаем маленький эксперимент в лесу и попробуем пробраться в лес где прошел пожар вот сейчас я пробираюсь через лес где был пожар через этот через этот лес в каком-то году знаю в каком я не видел но здесь был пожар вот что случилось с этим лесом после того как в этом лесу был пожар действительно здесь видимость примерно 10 метров и после 10 метров здесь нельзя ничего увидеть растительность здесь огромная можно сказать густая потому что здесь выросли разные роды видов растения и твердолиственные растения и хвойные растения вот и вот древесные угли они тоже слушать служит удобрением для растений поэтому некоторые ягоды растут только там где где прошел лесной пожар вот ну вот как видите сами лесу где произошел пожар в лесу какrea needs о-вторых выросли начинают делаем слепых что упал сегодня на это семью Пожар хотя и уничтожил деревья, вот корни деревьев, хотя пожар уничтожил лес, а просто численность леса увеличилась. То есть вроде прошел пожар и сколько-то штук леса сгорело, но вот видите численность леса намного возрастает. Конечно, по росту этого леса эти деревья умрут из-за нехватки света, потому что останутся только те деревья, которые выросли больше, а те деревья, которые выросли позднее, они как бы умрут. И сейчас я вхожу в лес, где не было пожара. Обратите внимание, вот это лес, где был пожар, да, вот все здесь сгорело, а вот это лес, где не было пожара. То есть мы сейчас посмотрим лес, в котором не было пожара и почему же произошел пожар в этом лесу. Вот я иду по лесу, где есть вот этот мох, да, ну вот есть вот этот такой мох, а есть еще такой вот мох. Когда становится жарко и сухо, она очень сильно горит, очень сильно горит, и вот это тоже хорошо горит, да, поэтому лес и сгорает. Вот, вот еще здесь упавшие деревья, вот они не упавшие, а вот эти, они не выросли, потому что вот большие деревья заградили им солнце, поэтому они умерли. Вот, вот из-за этого и происходят пожары. Вот смотрите, из-за того, что вся она снизу умирает, вот здесь, вся она умирает и становится топливом, топливом для будущих пожаров. Вот видите, то есть даже по лесу, где не было пожара, тоже трудно ходить охотнику, да, но все равно видимость возрастает примерно 50-100 метров, то есть видимость для охоты на диких животных возрастает. Поэтому, что я хочу сказать, можно, да, верить пожарникам, потому что они знают свое дело. Вот, а теперь я хочу рассказать немножко про то, почему происходят лесные пожары, и виноват в этом бабочка, да, бабочка. Только об этом вы узнаете завтра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал.